Первая точка – село Барановка. Жители обратились к Алексею Копайгородскому с просьбой обустроить на пустыре сквер площадью 2000 квадратных метров. Вот мы сегодня здесь находимся. Здесь вы что хотите видеть? Я понимаю, что детскую площадку. Достойный пешеходный переход нужно сделать, безопасный, чтобы дети переходили. Алексей Копайгородский посетил школу номер 44. До сих пор учебное заведение отапливается углем. Глава назначил сроки по переводу котельной на газ. Уже в следующем году здесь появится современная система отопления. На территории школы, помимо этого, есть еще несколько проблем. Отсутствие актового зала, детской площадки и недостроенный корпус библиотеки. Шефы учебного заведения сообщили, что существует разработанный проект изменения территории школы. Алексей Копайгородский заверил, что его всесторонне обсудят в администрации. А это уже верхний юрт. Глава города пообщался с селянами в Доме культуры. Здание нуждается в ремонте, а переулок Грушовый по соседству в освещении. Обращений к мэру у сочинцев было немало. Чтобы просьбы жителей не остались без внимания, было принято решение составить регулярный план работы с районами. С понедельника будет новая форма управленческая. Каждый день будет выдан отдельный район. То есть понедельник это Лазаревка, вторник это Центр, среда это Хоста и четверг это Адлер. И вот вся ваша администрация, все ваши задачи от населения, все поручения, все наши отраслевые подразделения будут заниматься один день, чисто одним районом. Чтобы не было пересечения. Заключительной точкой стал сход граждан в селе Барановка, где жители смогли задать интересующие вопросы. По каждому из обращений будет проведена работа и приняты меры. Редактор субтитров А.Семкин